Картон, нарезательный станок и дизельный автопогрузчик. На необычное имущество судебные приставы наложили арест. Техника принадлежит Омской картографической фабрике. По данным Федеральной службы, руководство компании не оплачивало налоги и коммунальные плачежи. Покроют ли арестованные машины многомиллионный долг? Подробности далее. На картографической фабрике кипит процесс. Предприятие, занимающееся изданием атласов, карты планов, работает в штатном режиме. И даже отключение тепла не помеха для производства. На сегодняшний день общая сумма долга фабрики превысила 6 миллионов рублей. Это в основном неоплаченные налоги и коммунальные платежи. Бухгалтер пытается объяснить судебным приставам причину сложившейся ситуации. 100% акции государства. Еще нет вообще никакой доходности, чтобы хоть как-то гасить задолженность. У нас вот когда это здание нам отдали, полок на имущество просто. Вы просили, обращались из суд и налоги со срочкой платежа, чтобы нам встать на ноги. Нам отказали, сказали, у вас большие активы. Впрочем, сложная финансовая ситуация не освободила картографическую фабрику от ответственности. Поставщику услуги пришлось взыскивать задолженность через суд. Его решение пришли исполнить приставы. Арестовали не традиционные автомобили, телевизоры и микроволновки, а полиграфическое оборудование и специализированный транспорт, дизельный погрузчик и картонно-резательный станок. Если должник в течение 10 дней не обжалует данное исполнительное действие, то имущество будет изъято и реализовано. На сегодняшний день данное предприятие уже пять раз нами ограничивалось и отключалось. Причем, стоит сказать, что в начале прошлого отопительного сезона они самовольно с теплового узла подключились к тепловой энергии, причем в последующем ограничивая допуск к нам на свою территорию. На этот раз представители теплоснабжающей организации без труда попали на фабрику. По предварительным данным, стоимость арестованной техники сможет почти полностью покрыть 6-миллионный долг. К слову, у представителей компании есть время на то, чтобы дизельный погрузчик и картонно-резательный станок остались на месте.